Привет-привет, друзья! Вы на канале Кухня о Румянке. У меня на канале уже достаточно много видео. Можете найти, можете посмотреть. Всегда пишите свои вопросы, если они у вас возникают. Потому что я с удовольствием, охотно на них отвечаю, друзья мои. Также пишите, какие новые видео хотели бы увидеть на моем канале. С моими комментариями, с моей подачей. Сегодня я собираюсь представить вам, как я обычно солю овощи. Будем работать по рецепту моей бабушки. У нее всегда соление получается изумительно. Я всегда с детства привыкла к этому вкусу, к этому рецепту. Кстати, хочу признаться, что прямо перед съемкой этого видео я посмотрела, как же пишется, на какую же букву падает ударение в слове «свекла». Конечно же, всегда произношу именно «свекла». Но вдруг появился вопрос. А ведь возможно, что я ошибаюсь. Подсмотрела и правильно на «ё». Итак, всю исповедь я закончила. Можно начать работу. Поехали! Для работы сегодня нам понадобятся следующие ингредиенты. Один из самых главных, на мой взгляд, ингредиентов, это и вообще один из главных ингредиентов в этом деле, конечно же, капуста. Ее должно быть намного больше. Тут всего небольшая часть. Также цветная капуста. Ее в нашей семье просто обожают. Еще сельдерей. Для пикантности вкуса я обычно добавляю немножко острого перца. Это дело вкуса можете исключить. Также нам нужна свекла, репчатый лук. Особенно вкусно получается с красным репчатым луком. Это придает очень богатый вкус всему этому. Я вас уверяю, если не пробовали, можете попробовать. Еще нам нужны морковка, зеленые помидоры. Можно взять такие слегка желтоватые, но никак не темные. Также чеснок, перец горошком и лавровый лист. Еще нам нужны соль и вода. Для начала подготовим чеснок, чтобы его легче было чистить. Вот так разрезаем эту часть. И этим разрезом вниз опускаем в теплую воду. Ни в коем случае вода не должна быть горячей. Именно теплой, слегка теплой. И так оставляем до тех пор, пока они нам пригодятся. Кусочки можно делать любой величины. Я обычно предусматриваю вариант подачи. Как будет красиво подавать, как будет красиво серверовать. Я обычно делаю вот такие небольшие, не очень тонкие и не очень толстые кружочки. Вода уже кипит, добавляем свеклу. Как только кипение восстановится, оставим еще на полминуты и очень быстро снимем в дуршлаг. Затем уже под холодную воду, чтобы остановить процесс кипения, процесс варки. После свеклы остается такой насыщенный отвар. Я его тоже использую. Некоторую часть, небольшую часть добавляю вместе с водой в качестве натурального красителя. Очень много добавлять не следует, потому что есть вероятность, что от этого остальные продукты могут испортиться. Особенно, если ваше соление для тонкого хранения. И сразу же под холодную воду. В нашей сегодняшней работе есть и художественная часть. Очень люблю делать красивые фигурки из морковки. Очень красиво все это смотрится, когда подаешь в тарелки. Очень люблю делать листочки, такие продолговатые. Сначала придаем форму, даже если они слегка кривенькие, ничего страшного. И в природе тоже они не всегда идеальные. Вот такая у меня форма получилась. Теперь уже делаем основную работу. Вот такие красивые листочки получились. А те, что остались, эти остатки можно использовать для любого овощного рагу или для салата. Итак, продолжаем. Насколько у вас хватит терпения и времени. Я обычно это делаю накануне и оставляю в холодильнике. Затем уже в разгар работы просто достаю и добавляю со всеми ингредиентами. Так очень удобно и экономим наше время. Делаю также цветочки из этих толстых кусочков. А эти опять можно пустить на листики. Очень удобно опять такими короткими листиками формировать, сервировать. И вот такие цветочки. Думаю, красиво смотрится. Даже в борщ иногда добавляю почти в конце, чтобы сохранили свою красивую форму. Ну а если вы по какой-то причине не желаете делать такие листочки и цветочки, тогда можно поступить совершенно простым образом. Вот так. Очень красиво получается. В сервировке всегда пригодится. Переходим к луку. Друзья, во всем этом не будет чувствоваться привычного вкуса. Лук придает такой богатый, насыщенный вкус всему этому. Сам теряет свой привычный вкус. И также становится очень вкусным. Его очень приятно есть. Друзья, вот так. Ну а в конце уже делаем рассол. На 5 литров воды я добавляю 200 граммов каменной соли. Иногда даже добавляю обычную соль мелкого помола. Но когда соление предназначено для долгого хранения, все же предпочитаю каменную соль. Итак, смотрите, сколько соли составляет 200 граммов. Не полный стакан, не полный граненый стакан. Набрала 5 литров воды. Кстати, вода может быть как холодной, так и немножко теплой. Если хотите, чтобы соление было готово очень быстро, можно взять теплую воду. Но если, как и я, делаете для долгого хранения, тогда нужно использовать именно холодную воду. И все, добавляем в нашу соль. 200 граммов. Я решила на этот раз капусту сделать поменьше. Пускай на этот раз будет именно так. Настал мой самый любимый момент, когда под рукой все уже готово. Можно складывать ряд за рядом. Вот так, всего понемножку. Вот так. Продолжение следует... Все уже закончили. Объем этой тары 35 литров. Заливаем осторожно нашим рассолом. На примере 5 литров я вам показала, как я делаю рассол. Теперь уже набрала сразу 10 литров, 5 стаканов из которых свекольный отвар. Смотрите, какой насыщенный цвет получился. И, конечно же, добавляем 2 порции соли. 2 неполных стакана, 400 граммов. Все, больше рассола добавлять не будем. Вот смотрите, добрался уже почти до последнего ряда. Сейчас все это закроем тарелкой. Сверху я поставлю, обычно ставлю банку, наполненную водой. И очень быстро все продукты сядут и наполнится всем рассолом. Вот и все. Следует ждать, пока все будет готово. У меня на кухне очень тепло. Оставлю тут. Встретимся через несколько дней. Прошло уже 5 дней. У меня на кухне, как уже сказала, достаточно тепло. Ну, очень тепло. Вот так открываю крышку и вся моя кухня наполняется приятным ароматом. Пахнет нереально вкусно. Все овощи уже окрасились. Через несколько дней их цвет будет намного насыщеннее. А вот и наш натуральный краситель. Виновник всей этой красоты. Все овощи хрустящие. Все очень вкусно. Все как надо, друзья мои. Это проверенный рецепт. У меня тут сын часто копается. Ищет чеснок, свеклу и лук. Он это все очень любит. Друзья мои, я хочу вам показать, как я все это использовала. И почему так тщательно показывала нарезку любого, каждого продукта. Для удобства я обычно в одной банке мариную помидоры. Эти маленькие, мелкие, разноцветные. Также брокколи, морковку и огурчики. Очень удобно. Открываешь одну банку и там разноцветные продукты. Очень красиво, очень удобно. Можно красиво сервировать. Ну а наши соленья вот так красиво чувствуют себя во всей этой красоте. На этом, друзья мои, с вами я прощаюсь. Мира и добра всем вам. До новых вкусных встреч. Пока-пока.